Всем доброго времени суток уважаемые, а также подписчики и гости моего канала Сегодня мы с Андреем приехали на одну из далеких рек Дальнего Востока Очень долго добирались, всю ночь ехали, поднимались около двух часов Вода, конечно, нас не радует, она, я бы сказал, очень большая Кост берегов практически нету, но все-таки вода кристально чисто горная Даже вот такая мутная, все равно видно метра на полтора дно спокойное Ну вот, сегодня мы попытаемся что-нибудь здесь поймать Мы уже пошли до предела, там протока забита полностью, залом Там тоже залома не пройти, ну и мы уже решили дальше не подниматься Будем ловить, на какие пока приманки ловятся мы не знаем Будем пробовать, да, Андрюк, все сподряд Ушел Ушел, да? Угу Я пока камеру включал, ушел Собину, да, наверное Ну да, его сразу же надо было тащить Ну вот сейчас у меня была поклевка На цикаду, там вдалеке Что-то не очень большое, но сразу же ушло Пока включал камеру, показать Ну тут система такая, что В самом далеке у тебя, да? В самом далеке у тебя? Вдалеке, да То есть система такая, что вот Лососевые породы рыб, они не терпят слабины Просто-напросто То есть это вообще совсем другая рыбалка Тут слабину держать просто нельзя Красота просто сказочная Чистейшая вода Видно каждый камушек Ну это еще даже мутная вода, потому что она большая Но все равно Видно каждый камушек Все перекаты, слива Быстрейшее течение Просто выглянуло солнышко Речка дует Очень красиво, очень душевно Просто сказочный вид На такие пейзажи можно смотреть вечно Но с рыбой нам пока не везет Ни на что Сейчас поедем Ты не путай, сейчас вода большая Сейчас не будет, как осенью Все другое, Андрей Сейчас так того места вообще не было Я уже просто ищу, куда можно кидать Я тебе просто говорю Это сейчас не те места, которые нам нужны Вон он сейчас насасадит на эту корчину Затрепыхаешься тут, как этот Сразу же будешь кидать Люди добрые, спасите, помогите, да? Смотришь, корч на корче И кругом одни заподнили Милый друг, мы на дне реки Постоянно приходится смотреть в оба Какой залом тебя принесет, да, Брателло? Да Он даже, наверное, такая глубина, но видно Каждый камушек Смотреть надо, куда кидать Точность заброса Все надо контролить Чем не нравится горная рыбалка Что тебя несет С очень хорошей скоростью Нужно контролить быстро Ситуацию Чтобы тебя не засосало Какой-нибудь залом И в то же время Еще успеть что-то половить Что, свалимся? Свалимся Корч Здравствуй, корч, это мы Какой чистейший залив Вот первый наш пятнистик Иди сюда Пятнистик Ты давай, 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 лови Вот он Идет? Да Ой, какой он красивый Прямо бомба Корчики, корчики Заломчики Что, в какой залом полетим, Андрей? В этот или в тот? В этот самобиль там Корчики, корчики Что, хочешь еще с плавом там пройдем На линков Ты на удочку хочешь? Ну, давай А, у тебя один такой А че так мне чуянка, смотри Вот так как не успеешь расслабиться И ты сразу же будешь в корче, да? Да Слышишь, хорошая яма Ну, ты будешь же это же ловить Я на удочку Вот такой ситуейшен Приходится его парировать прямо на лету Чтобы выйти Вот такая наша речка Дует со всех сторон Стоит такой шум На каждом повороте Одни опасные места И Если у вас нет опыта Даже не советую ходить Просто на веслах с плавом По таким рекам Мы вот вышли Андрей хочет на муху Хорюзов половить Ой Попить чистой горной водице Офель ледяная Вкуснее воды я никогда не пробовал Пробились Хитрым забросом И никого нет Посмотрим Может быть на входе свал Что-то может стоять Тут опасно подскользнуться Если я сейчас подскользнусь То на ноги я уже не встану И прямо мухой окажусь Вот в том заломе Шансы выплыть оттуда будут минимальны От этого держаться на горной реке На ногах нужно очень твердо Течение такое Что уже начинает Сбивать с ног И как на воде И как на воде И зашпели Давайте посмотрим Как Андрей ловит Хариуса Вот он Хариус Что издеваешься над Хариусами? Ну сейчас что Большой Да, большой Адрей специализируется На мелких Хариусах Для Ушицы Мы возьмем чисто символически Покушать Таких Харюзков Харюза плавают Ну ты братан кайфуешь Это пропускает Ну конечно Ты что уже такого А что ты А что крупный не берет Понятно Крупный тут просто не стоит Ну не знаешь Скорее всего По этих притокам Которые новые пробились На речке просто нереально красиво Такое красивейшее место Просто красивейшее Просто моральный релакс Вот Андрей зацепил Зверюгу Зверюгу Ого-го У Андрюха даже сопротивляется Что-то такое Вот боец Боец Андрюха добрался До своего любимого занятия Андрей сказал перекрыть им Бассейн Чтобы никуда Харюза не убежали Харюза нам нужны Свежие Мы будем есть Прямо их живьем Ну а они тут все Разбежались Какие красавцы Что, сорвался? Кто-то у нас тут пожаловал Тверю Вот они Будут А Леняра Ле Леночек Леночек Как он тут Засуетился Под клиентом На одном глазу Надо брать Живьем ты не за гублер бери видишь за него надо брать пусть померка отойдет красавец отпустить его не удастся глаз полностью у него поврежден покажи красавца пятнистика это конечно лучше всякой форели чисто горный дикий что видишь где под сама заброски видел прям под самый этот ложишь андрюшка глупил зверюгу я чувствую не надо ему помочь потому что чтобы нас не всосала вместе со зверьком ой-ой-ой таймешонок маленький это маленький таймешонок его надо не травмировать главное маленький таймешонок свечками запрыгал ой-ой-ой куда ты прыгаешь свечками а морда как трясешь как звук как как большой не тряси мордашкой вообще жестко захватил даже вдруг вообще не представляю как его снимать он все так конкретно мощно что тут уже по моему не поможешь достань у меня пассатижи надо только поднимешь сразу возьми на себя да не что не видишь пластиковая крышка сверху только поднимешь вот они и закрой там на защелку закрой бедненький ты мой на отпускай если выживет да выживет язык на целый язык ворону ну еще порадовал чуть-чуть конечно вообще черта я думал крупный длинок ну я тоже думал крупный длинок всади он у тебя так что аж свечками аж поднимем все таки места подключим еще хочешь подняться давай а мы просто там места проскочим ну видишь наши места начали я говорю таймешат будет много маленьких помочь ли помочь ли все пускай я не снимаю еще ну видишь что ну как делать я там зверек таймешонок шули леночек ну как я тебя учу ты изначально не подматывай так близко зачем за ручку взял достал да да во жиреха жиреха слава богу что это лишало да вот ну вот ключ Заберешь, Андрюша? Кабанчик какой-то. Второй день наших рыбалок. Дима, спрогнозируйте ваш процесс. Клев будет. Потому что я взял удочку. Взял мух. Ты взял реальных мух? Кстати, пробуй сиреневую. Попробуй вот с этими спинками, с яркими, с флюоресценсными. Да, главное налить же подито. Подито надо налить. Может кубик взять, да это? Ну смотри на свое усмотрение. Я тоже не хочу. Громадьёво смотрю. Это Калиман на колесиках. Там где у вас такой чемодан, два колесика, там литров на 40. Куда рыбы складывать, малевата будет. Малевата тебе будет. Что бы нибудь вообще бы хоть поймать бы. Да? Мы хотели в 6 утра встать и выехать. Так нет, я-то хотел. Я просто смотрю, вы так храпите. Ты знаешь, звук даже был такой, похож на воркование. Положи. Закрыт, посмотри. Закрыт, посмотри. Наливай, а то уйду. Хе-хе-хе-хе-хе. Молодец, Андрей! Иду снимать. Ого! Брателла там уже тянет. Команда была есть. Не вводи в протоку, тяжелее забирать будет. Красавец. Таймишонок. Да не материсты. В чистой классной воде. А я тебе вчера, Сереж, помнишь, говорил, здесь будет таймишонок стоять. Он подошел попозже. Да я отпускаю тут. Ой-ой-ой, как он его вкатил-то. Зима! А есть щипчики? Давай щипчики. Андрюшка поймал махонького таймишонка. Сейчас будем реанимировать. Если повезет. Как он этого воблера вкатил жестко. У нас сегодня второй день рыбалки. Ловит тайминя только один человек таймишонок. Никто поймать не может. Только Андрюха... Ну понятно, папе сразу же в руки, да? Молодцы. В этом деле опытный. Я тоже удивился. Как он вот так его... Ой-ой-ой-ой. Мама дорогая. А из них, да? Да это все это не железо. Однозначно. Это просто... Это просто все. Жалко. Да все. Жалко. Подожди, есть вариант. Есть вариант выжить. Воблер чуть-чуть возьми. Подожди, подожди. Снимай, снимай, снимай карабин. А как папа придумал. Классно. Всегда есть подвох, пацаны. Шанс. Шанс должен быть у каждого. Ну сколько тебя учил. Карабин всегда защелкивай сразу же. Андрюха, подожди. Не жми ты его так сильно, Андрюха. Ему надо выжить, понимаешь. Ты его так жмешь, как будто он в последний день живешь. Все, пока он бодрый. Отпускай. Не надо его... Группе друзей спасибо за предоставленный инструмент. Ну понятно, он хорошо долбанул. Ну... Застегну эту скрипу на дочке. Видишь, что работает? Рапала. Китайская. Китайская Рапала. Андрюха, на китайскую всех... Вот самое что прикольное. Оригинальная они ловят-то менее. А китайская влупляют только в путь. Это мастер ловится. Мастер, ну... Где твой Рапала? Где твой Рапала? Нет. Ну мне вот эта вот Рапала... Китайская нравится, когда у него красные глаза, как у алкаша. Спинка такая синяя. Вчера просто полдня хочешь. Ты на спиннинг не наступил. Я не стесну, конечно. Вот, ты повалялся. Как ты вчера рубил? За таймешку? Да, за таймешку же надо накатить. Давай еще пару спиннинг тогда. Вот такая у нас работа. Андрюха, сейчас будет рыбачий похоже на стола не дойти. Сюда кня. А нет, сейчас хоризол тогда вы найдете. Я знаю, где примерно вылез. Знаете, вот Хариус еще. Вот здесь вот откуда он, да? Вон на то течение. Вот там он будет стоять 100 пудов. А он вот здесь стоит. Выйти где-нибудь это мелко. Он под кустами стоит. Здесь мы все время ложимся под кустами. В Хариусе он очень небольшой. А я тебе не скажу, на что ловится таймень. Я уже видел. Не, он еще не все знает и не все видел. Так, что там у нас? Придется с тобой пережить. Добрый пилпух. Ну насколько он добрый. Добрый палпе. Да, мы сейчас это с Сережей проверим. Мы будем опять на бортох лодок лежать. Почему? Мы будем ловить, мы сейчас запьем чистой горной водицей. Чай пилпух. А? Чай пилпух. Зачем? Когда есть добрый пилпух. Ты все снимаешь? Да. Горь показывает. Дорогой Ютуб. Сегодня мы рыбачили на палпе. Испали на бортах лодки. О! У Дима уже все воблеры отжал. А что же есть у Сережи? Да. Я вижу преобладание Смитов. Очевидно. Очевидно. На втором месте что там есть? Понтун. Понтун. Что еще есть? Не рыбалю. я вот на такие вот размеры не рыбалил нет я считаю его для ленка крупным а для таймене мелким тоже мелкий по моим понятиям это мелкий то есть вот эти вот воблеры вот такие все взять за 10 10 сантиметров 8 7 ну да я веду но если взять прогорную рыбалку то я считаю их бесполезными потому что он и для ленка большой только крупный ленок атакует потому что как бы до крупного ленка найти абсолютно верно да как бы ну и таймешонок таймешонок ты знаешь он и мелковат такой вот если он таймешонок да а вот крупный таймень не всегда отреагирует на такой вот размер беспонтовый я про человека это меню таймешата реагирует а вот крупный таймень и не среагирует на такое вот смотрю тут вообще ультралайтовая тема серёжа скажи вот как ты стал браконьером я ультралайчиков называю браконьерами а потому что не ловит трубу которая даже в ячью и сетки не попадается проскакиваю я тебе скажу на дальнем востоке быть ультралайчиком как дима говорит западло или впадлу там не ну ты там определение дала сказал впадло западло ну ладно мы не мужской госпожи соколовой который у нас позиционирует эти всякие гобблеры нет я не ну это вообще шляпа какая-то малек малек ты поймай на него чё вот возьми и поймай это будет свеча рыбалка нет ну опять же есть нюанс понимаете для горной речки вот с такой струей этот ультралайт он не скатит да 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 но опять же затяжках ничего такого путевого нету чтобы я вообще не понимаю зачем на дальнем востоке имея столько разной рыбы крупной видов ловитесь ультралайтом это пусть это на западе ловят но здесь то зачем ультралайта не понимаю зачем вообще народ на это вот ведется ну ладно отмазку принимаем зачет не но ты знаешь это как он как безалкогольное пиво и путь резиновой женщины мне кажется когда берешь этот маленький прутик ловишь на него там линка на три килограмма и представляешь как будто сядь на борт просто сядь на борт да я сажусь конечно леопард наш первый лео он за ним бежал смотрю это я сделал слабину побольше вот и вот подматываешь всегда вот он за ним бежал это у меня так смотрю это не не может никак он ни разу не долбил он просто бежал за меня я знаю что я притормозился два раза мордой это перед мордой как бы дернул вот так вот несколько раз и он среагировал вот так вот что такие схема э Вкусная водичка. Покупная вода нам не нужна, но мы наберем чистейшей горной воды, ой ледяная, у меня аж рука, давай да, прикинь вдруг, а даже бутылку не могу, у меня уже рука отнялась, вода ледяная, пипец, аааа, не могу, что, пипец, это просто аж руку ломит, я просто не могу, вода просто леденючая, вон бутылка сразу же запотела. Чистейшая горная вода, можно разливать и продавать, прям бутылочка потеет, просто бомба. Ммм, вышпить, классно. Красивее не видел я мест Бартелла. Андрюха пытается ловить Хайуса на мушке, но не суть этого фильма в том, суть будет потом, в другое время, всему свое время. Просто сейчас такое время года, завышенная вода, как бы еще нет сезона, когда начинает ловиться рыба. Приехали просто для души отдохнуть, полюбоваться вот всеми этими красотами, попить чистой кристальной горной воды, посмотреть на чисто кристальную воду. А ловиться будет осенью. Вот осенью мы уже и снимем полноценный фильм, если Бог даст, мы еще приедем в эти далекие места, чтобы сюда приехать, с Хабаровска. Мы проехали в половину всей Европы по расстоянию. Ну, это вот того стоит. Это однозначно того стоит, эта природа. Вот наш леночек. Ой, какой. Красавец. Ну и самое главное, это связанная муха на конце. На связанную мушкун и повелся. Вдруг, откинь, пожалуйста. Ты давай, вяжись, сейчас еще раз поднимемся, да? Как он крутится, да? В чистой воде. Давай. А как давай, видишь? Я его и так вывожу, видишь? Ну, пятнистик. Сильный, ты смотри какой. Как учили. Как учили. У него шансов уйти. Отечественное. На два, трое, пять. Ну. А еще один клевал. Это кину еще. Их там и стая стоит целая. Сейчас еще повторим. Красавец. Сильный еще. Что, еще разок поднимемся? Красивый. Блядь, этот еще, блядь. Упустить нахуй. Там можно, блядь. Капец. Ну все, поедем мы домой. Рыбалка наша подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Кому нравится, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Делитесь видео с друзьями. А мы с Андреем поедем домой. Да, Андрей? Едешь домой? Да, Андрей едет домой, блядь. А папа ловит ленка. Есть! Есть!